доброй ночи это михаил лавковский ночная программа взрослым о взрослых я представлю на студии сегодня редактор наталья кузьмина добрый вечер и брачный консультант анна осипова доброй ночи человек который зарабатывает деньги тем что воплощает вот эти мечты на которых еще вчера начали говорить в жизнь мы поговорили о том что люди хотят как я предполагаю 1 на 1 реальность отличается от желаний до в реальности партнеры о которых мечтают мужчины и женщины сильно отличается от того что они просят изначально абсолютно прав давайте сначала я скажу вот что мы поговорим со мной об этом наши слушатели могут поговорить с нами рассказывай своем опыте о том о чем они мечтали в юности что они получили в зрелости телефон 3 6 3 3 6 5 9 sms 970 45 45 код 985 на дать начнем женщин какие мечты у женщин что они просят женщины как правило все хотят одного и того же хотят вторую половину своей накрытии хотят 1 все хотят 1 так а что одного они хотят 1 2 2 2 конечно же выглядит это так что женщина хочет 1 но когда она приходит к нам выясняется что она хочет совершенно другого что хочет хочется тепла ласки плеча внимание хочется и это внимание мы тоже даем и женщин и мужчинам тоже женщин я бы хотел по очереди сначала женщины какие запросы у женщин запросы в женщин я вас сейчас наверное или разочарую или удивлю очень очень скромные запросы у женщин пришиб это был не было не женщина нет что для туда старте это были брюки это был мужчина и чтобы этот мужчина был там ну как бы возрастные рамки до определяется и практически все слушатель не видно она руками показывает размеры этого мужчины не крупный метров 20 лет на самом деле об этом даже речи не идет о каких-то сантиметрах про рост уже все забыли про рост забыли как правило есть у нас звезды женщины которые хотят определенного роста мужчину от от какого-то роста но их настолько мало поверьте а как-то они качество формализует вот своих запросах они говорят что и внешне они хотят чтобы это был мужчина чтоб он не имел материальных проблем причем олигарх уже никто не хочет уже все нормально они кстати больше всех материальных проблем абсолютно согласна да там ночью спать спокойно не сможем женщина там уже такие мужчины вот и главное чтоб это был мужчина и был не альфонсо да 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 материальные уже не так это все она практически все знаете я вам клянусь на брюнет блондин абсолютно не брюнет не главное написано большими буквами любой хороший человек послушайте вот вы не слушали у нас вчера была программа я задавал вопрос что вы хотите да там такие были списки нас часа не хватило и про доброту и про взаимопонимание главное чтобы были общие интересы и что там наташа напомню мне это было понимание чувство юмора каждая вторая хотела а где это в реальности это все исчезает мужчины очень придирчиво они копаются они как в магазине выбирают тоже есть еще про женщин вот я спрашиваю мы вели передачи у нас было полно этих качеств в реальной жизни так как вы этим занимаетесь профессионально так понимаю что никто не делает запрос на глубокое взаимопонимание изначально первый запрос когда люди приходят они весь список а потом что облом происходит потому что это же трудно очень до такого мужчину найти у как в котором все эти пункты будут сочетаться это практически нереально и вот этот список он начинает сокращаться очень сильно и в итоге женщины успешные замечательные у которых материальное благополучие которых все в общем-то хорошо кроме одного у них нет любви и нет партнера рядом они этот список очень сильно сокращают и планку снижают до альфонса это остается нет я имею ввиду не до альфонса да что они готовы на альфонсо а просто не альфонсо это единственное пожелание до которой нет ни один или основное главное первое одно из пожеланий а еще какие еще своего и без вп своего и своего да ну и так конечно ровода имеет значение как как правило потом они это понимают что это тоже не имеет значение это происходит все после изначально список есть но как в процессе работа в чем процесс заключается заключается что мы вытаскиваем наружу что на самом деле женщина то хочет мире например откидываем то что на самом деле найти то невозможно мы идем обратно послушаю саму такой все ли что на самом деле женщина просто хочет не женщину а дальше уже неважно что про женщину я не могу сказать более не менее все понятно очень грустная картина да теперь про мужчин поговорим о мужчина что хотят не альфонсо и в точно женщина замуж хотят или другом замуж за только за у нас очень все серьезно нас все хотят замуж тут без глупости да я поняла аня мужчины скажите пожалуйста мужчины хотят мужчины такой список выдвигает что иной раз я даже не знаю где такую красоту найти ну например приходит мужчина в студии в студии уже говорю да к нам в агентстве говорит я хочу звезду чтобы был метр семь а вот метра семидесяти например на блондинка и волосы они нравятся невысокие кстати вот как бы они все хотят одного концу разговора они говорят я хочу такую как вы да я далеко знаете не метр семь много раз выходили замуж по службе нет я счастлива в браке спасибо без служба без без конечно да я уже давно уже там и список на требований не знаю в три раза может быть больше чем у женщин и у женщин вообще один пункт у женщин один пункт практически очень хороший значит рост с ростом рост играет не хотят высоких красивых с высшим образованием а что очень красивых а кто для них поймет что для них красиво что и декоративно же как-то описывают они описывают они описывают у них картинка в голове кто-то модели наверно да в основном все причем сами если бы вы видели какие они слышно но любители сам он может быть маленьким лысеньким толстеньким но при этом рядом должна быть непременно звезда он копается как в магазине мы показываем ему фотографии он смотрит мне вот это я не пойду с это я пойду то есть очень все серьезно они понимают что их меньше они себе позволяют выбирать и я страшную вещь такую открыл для себя работая здесь что выбирает мужчин я женщин сейчас разочарую всех выбирает мужчин и все основы психологии я прошу прощения да вот мы не дали как неделю назад общались знаменитым сексологом который сказал что выбирает женщина притом она писал механизм зайдем сексолог мы ему расскажем наши спасаты а я знаю почему потому что он рассказала ситуации когда это вживую происходит то есть если женщина подала мужчине сигнал сказал наш сексолог тогда он на него реагирует в агентстве там видимо анкеты смотрят на ли то ли подбернет даже в анкете я вообще против фотографий честно вы за живое общение за то чтобы фотографии смотрели смотрела я смотрел психолог мы сами уже разберемся кого с кем на ваш психологом и что он делает психолог тараканов из головы изгоняет понимаете пускают горы по-русски на мира абсолютно потому что люди же приходят с одной картинкой с нарисованной потом психолог если там уже все запущено сильно психолог помогает понять чем она что такое сильно запущено сильно запущено ну например пришла женщина она хочет замуж на где хочу замуж мы начинаем ее знакомить она знакомится все здорово они ходят на свидание они друг другу нравится доходит момент какой-то да вот до они под вашим контролем на свидание ходят я их только как бы свожу контролирую процесс чтобы они друг другу позвонили чтобы они встретились для меня вот это дальше сами дальше сами естественно они мне отчитывают то есть возвращать как магазин не не пытаются заберите вашего заберите она совсем не может готовить да нет такого не бывает хотя тоже пары расстаются и распадаются все бывает обратно принимаете обратно всех берем как груди прижимаем в течение двух недель с гарантийным талоном да и в общем не дали как недавно был такой случай что там у меня клиента говорит я вот все мне нравится все хорошо но я боюсь ключевого боитесь замуж в итоге выясняется что придя в брачное агентство она боится замуж выйти и тогда я ее тепленькую психологу и вот они уже работают и когда снимается вот этот вот страх когда оставая этим не занимаюсь совершенно мне мне важно более механические такие вопросы все более спокойно я их груди прижимаю я им внимание свое даю я их люблю ухолю лею я им там сопли вытираю да грубо говоря если по-русски а вот изгонением вот этих вот тараканов занимаюсь уже не я занимается профи и вот после этого с ней уже можно работать а так это это как слепые котята ну что я вот она пошла с одним да все здорово с другим все тоже хорошо но пока она не снимет себя вот то что у нее внутри как бы пока новый новый шкаф мы должны куда-то поставить мы должны старый выбросить для того чтобы место найти вот у нас все тоже они скажут пожалуйста вы считаете вообще справедливо вот как сказать формируются эти пары я имею до разницу в возрасте разницу в доходах разницу социальном происхождении положения во внешности в конце концов в способностях возможностях или это такое как это не залья нет нет как правило вы знаете все приходят они уже достаточно состоявшиеся материально обеспечены и мальчики девочки они приходят они уже дяденьки и тетеньки дайте честно говорить а какой средний возраст женщины от двадцати восьми лет меньше у нас даже нет моложе и далее по списку ну вот сейчас самые взрослые на 47 лет женщине а мужчины от 32 до 80 лет до 55 вот у нас самый старший клиент поэтому это по-божески 47 55 разница или 50 5-летний до абсолютно хотел сказать знаете вот ему 54 года он хочет до 35 мы на решете объявление не для педофилов мы можем что же вы вы дадите то ей до ими 35 до строительства 40 и я хочу все и мы начинаем с мужчинами очень сложно работать это самый сложный наш клиент это мужчина мы женщинам даже фотографии не показываем на женщины не пугает что ли не у нас женщина идет потому что она к нам пришла она обратилась до профессионалов она не может нас учить да как как нам работать и мы женщина проблема если мы считаем нужным возможным что вот с этим мужчиной да и надо идти найдет безропотно практически и потом делает выводы мы с мужчинами это не проходит совсем он хочет видеть картинку глазами он еще выбирает копается женщин же больше хотя женщина может не видеть до не то что не видит они не будет видеть мы ей не дадим этого зачем михаил это не нужно расстраиваться не чтобы не расстраиваться чтобы не иллюзии совершенно не питать каких-то иллюзий не рисовать слушали но женщина что же человек она пришла а он и не понравился и что за не соскочит помните как сама обаятельная привлекательная те замуж ну вот пусть она слышит и жестко жестко абсолютно мы их смыть и первый раз да мы их слушаем все замечательно потом начнем раб если мы работать мы если и либо мы работаем либо мы сопли вытираем я не слушаю вопрос о теме нашей программы при мечты и реальность реально сильно отличается и все должны то есть женщина если я правильно понял вы направляете на свидание с мужчиной имею ввиду что его никогда не видела его никогда не видел я не могу и описать его но она пойдет и после этого будет делать свои какие-то выводы о том какой он человек а я но если она через минуту не захотела больше его не захотела следующий а как она стоп 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 вот они встретились она увидела вот еще подходя даже и поняла что хочу хочет домой а как это поняла что мы выбираем в магазине товар ты не знал лошади и собак это бывает сразу такая вот визуальная ситуация визуальная антипатия но на такого не было ой мужчина но извините но вы просто вообще не мой тип нет нет они общаются все замечательно и как бы и после первой встречи не понимают что нет ничего не получится это опыт это ей нужен опыт вы понимаете для того что она ориентировалась да она должна она должна о чем она потом о чем мы будем говорить как я пойму кто ей нужен если она не станет кем не будет ходить и будет по фотографии ориентирована понят я хочу вообще запретите фотографии в принципе чтобы их не было есть фотографии для нас и мужчин я сейчас подстраиваю под то чтобы вот не смотреть фотографии но это пока нереально то есть мужчина идут в виде картина абсолютно визуально выбирая лист капризничает капризничает очень сильно вопрос а дмитрий с петербурга доброй ночи стоит ли учитывать знак гороскопа партнера при выборе дмитрий стоит его это учитываем это учитывать то есть и усложняет сильная жизнь усложняем но мы это учитываем потому что почему-то статистика у нас показывает что это играет роль то есть вы это не по пожеланиям клиентов это вы сами учито мы сами это учитываем нас психолог подбирает пары и складывает их как пазлы понимаете то есть вот не то что я их на обум посылаю на свидание вот иди ты иди иди с этим складывать козерога сделай да нет козерога сделай не складываешь по видне стать официровать делали складываются кстати хочу сказать по статистике у меня мужчины вот последние пять клиентов девы лучше да да мужчины девы путь что такое я не знаю какой-то бум то ли у них дни рождения участь только прошли же в а многие вот на этом застревает на несовместимости по гороскопу нет мы вообще им об этом не говорим клиент зачем зачем лишним то есть клиент в это не вникает нет нет зачем что он это часто завязывая ночь да которые которые занимаются этим мы идем в паре с психологом я мое дело клиент да как бы вот он клиент а все что у него в голове это уже психолог и и она она у нас увлекается как бы гороскопами они считают что это достаточно ну есть в этом доля правда поэтому она подбирая там и как правило не ошибается а вот примерно на какой раз вот женщина допустим находит что-то то есть она 3 на 25 наташ такие у нас случаев она может у нас год никого не находить а может у нас был момент с первого раза причем вот как раз а про фотографию мы заставили встретиться мы их заставили он посмотрел на нее сказал я не пойду она посмотрела на него исключение сделали показали не пойду мы их заставили сколь вы пойдете вы встретитесь и после этого вы но это заслуга как бы не моя это вот хозяйка нашего агентства на их вот просто вот заставила встретиться итог через два месяца свадьба друзья мои то есть на злую на злую да они вот она позвонил бит это мужчина моей жизни он позвонил сказал это женщина моей жизни все и вот про фотографии вопрос а нужно ли это не нужно на самом деле все так и есть маленькие но смешной вопрос написано анне васипов и ответить я не ушла куда может ли вы свести с бывшей женой реально ли это в ответе там я скажу и хорошо но это конечно вам не к нам к семейному психологу и это не смешно это на самом деле все реально а бывают такие бывшие не приходят ни разу не приходит они решают свои проблемы все уже бывшие как правило особенно мужчин такой замечательный дот когда лежит мужчина женщины в постели и он ей говорит мне такое ощущение что я у тебя 1 вы точно рожи твои да да поехали дальше давайте попробуем звоночек послужена звоночек послужим звоночек эхо москвы говорите здравствуйте как зовут вас здравствуйте как зовут вас меня зовут Аксана да Аксана мне 29 лет я из Кенгрии я постоянно слушаю вашу передачу участвую в разговоре вот вчера я тоже читала смс мне понравился подобрал комментарий которые произнес Михаил по поводу того что у меня не было иллюзии по поводу принцев алло у меня слышите да 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 не было иллюзии по поводу принца на белом коне и выбирается было не искала то что половина перебита в Чечне половина ушла в криминал в том что моё поколение попало в 90-е годы как раз выпуск в школу могу сказать что мой город очень криминальный такой но в 90-е годы где-то конец 90-х годов в нашем городе происходило действительно страшные вещи было страшно жить взорвались даже машины на улице и пару раз в общем-то показывали телевизор дело не в этом в общем пару лет назад я встретила своего одноклассника вот откуда какие выводы у меня ввели по его рассказам треть выпускников мальчишек нашего класса оказались именно в криминальной среде вот теперь часть которая ну так даже осталась адекватной не скатилась в эту пропасть это как правило маминские суночки я 4 года назад я был 25 встречала с одним из них замечательный мальчик умный симпатичный школу с золотой медалью аспирантура институт все но не могу с ним общаться потому что мама сказала это была ключевая фраза после которой мы расстались вот сейчас в моей жизни человек который был женат как раз вот на одногодке за его спиной 9 лет брака вот он сейчас разведен и так скажем опять же у меня нет иллюзии я прекрасно вижу его и свои недостатки вот а вот у него похоже какие-то люди еще остались потому что вот как то он как шло так и ехало он ваших не видит недостатков ну да в общем то да вот так у вас наверное нет их потолкнуть немножко к тому песню по статистике это все очень нет это еще песню гуманная 9 на 10 это еще проверяется другом женат проверяем проверяется прям вот не было никаким а я кстати обещал ответить насчет бывшей жены психологи вообще считает что не надо возобновлять отношения которые уже закончены конечно многие могут поспорить и сказать что удачно женились или вышли замуж во второй раз за того же самого некоторые расстаются ссориться потом обратно возвращается у них как-то складывается но общие как бы тенденции что ли да что если вы расстались и тем более развелись то как некие обреченные отношения когда вы их возобновляете то ничего хорошего в этом нет а почему ничего хорошего нет потому что во первых они уже закончились и себя и жили а если люди видят какое-то дальше развитие началось отношений детей захотели или что-то поняли ошибки свои сознали какие-то возможно я не знаю тогда получаешь они развелись тоже кому-то кирпич на голову свалился ну по глупости там вспылили ну в общем психологи я сейчас не готов обсуждать это долго не то что надо подготовиться у нас другая сегодня тема психологи считают что отношения которые закончены если там не бывает что оба дать с этого начнем да оба не пытается создать семью вместе пытается кто-то один наиболее заинтересован это это очень унизительный кстати процедура потому что другая страна этого не хочет ее уговаривает известный случай я люблю рассказывать при забытым который был 11 раз замужем и два раза за бартоном но и много таких случаев и не со звездами но большая большая часть людей к сожалению испытывает разочарование поднятие вот этих старых отношений еще для заинтересованной страны и унизительно вот алексей 28 лет спрашивает стоит ли мне жениться или отбросить стереотипы по поводу загсили в гражданском браке а на связи с этим вам вопрос но агентство брачная женщина замуж а мужчины мужчины при и слове брачная впадают вообще в обморок сразу то есть они как пишет алексей мы говорим у нас клуб знакомств приходите к нам да то есть брач на это все отпугивает отпугивая а причина причина брачная да сейчас захмутают меня беда сразу за фотографию покажут и прям с ней вместе да за всяко мой клуб знакомств мы ученик так обрабатываем что все будет хорошо не бойтесь женщина нет женщины вообще женщины самые послушные терпеливые они даже когда на первых порах что-то пытаются еще женщина даже лучше сразу в загсе встречалась без фотографии сразу флаги на платье на первое свидание поэтому брачные их отпугивают они приходят к нам говорит ой а ваше брачное агентство нас большими буквами написано что же вы сразу не сказали спрашивает мужчина спокойно спокойно у нас красиво у нас так ну располагает как к атмосфере соседи комнаты у нас расписывают а ну тут такой поэт у нас появился из слушателей Дмитрий Заренбурга знаете что он пишет я сам зачитался для мужчины женщина является биологической реальностью а для женщина мужчина социальной фантазии я правда ни слова не понял с юмором да очень вам понятно молодец Алексей спрашивает работать с людьми с ограниченными физическими возможностями кстати актуальных вполне вопрос актуальный вопрос я вела переписку неоднократно вот с такими людьми мне их конечно нужно посмотреть чтобы они к нам как-то добрались до на почему нет ничего не отметаем как бы женщины разные у нас женщины вообще сердобольные и пожалеет пожалеет почему нет девушки по поводу м.п. за тех кто не понял материальных проблем мы говорили про в.п. и про в.о. а есть еще м.п. м.п. владимир 27 лет петербург что значит возмущается владимир мужчины без материальных проблем я работаю электриком средней зарплаты 15 тысяч рублей значит я женщинам не нужен у меня вечные материальные проблемы или как вас правильно понять выражайтесь яснее вот так вот пишет владимир у нас есть в анкете даже специальная строка материальный доход мы ее не не афишируем но для себя м.п. 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 мм.п. м.п. мп. м.п. кыша ушли 22 года старше меня лет на 5 10 нормально ли это пока я не смог ее осуществить или вы не брать детей не принимает детей мы не принимаем вы мужчин с какого возраста понимаете мужчину принимаем у нас нет таких критерий просто моложе 30 к нам не обращается никто однозначно а почему не знаю может у них все хорошо все резко плохо кто созрел обращаются вообще те кто не может вот в реальной жизни найти себе партнера они аргументируют это тем что негде знакомиться но у меня это какое-то большое сомнение вызывает на самом деле у них всех проблемы с общением конечно у них есть все но они не могут взять например и подойти к понравившейся девушке а здесь же все я за них сделала все это да инструмент вот всю схему им уже не нужно ничего от себя да там подойти вдруг вдруг он будет извините послан да вот он этого боится поэтому он приходит к нам если он будет послана вас хотя бы культурно конечно у вас не было таких случаев что например приходит мужчина или женщина будет я вам сейчас пальцем покажу кто мне нужен вот на улице я видел а вы посодействуете нет так так такого что они бежать теперь за гражданкой положение вопрос ради бог у меня нет проблем с общением я к любому могу подойти и искать ребят пойдемте со мной за горючат да да если клиент захочет нет проблем вот интересно у нас слушатели димы пишут скорее женщины ищут именно женские черты двоеточие слушайте какие смазливость личико запятая шмотки побогаче но и т.д. вот я думаю что шмотки по варну может быть да это женские черты не знаю это женщины ищет он говорит это дима считает что женщина ищет мужчины и женские черты смазливость и шмотки побогаче на женщины которые уже прошли как бы и огонь и воду и медные трубы им это не нужно как-то странно да и при этом без фотографии ходят на свидание и буду не смазли ведь ваше это жизнь без фотографии на свидание это к сожалению реальность да и те и другие ростом 25 лет хотелось бы чтобы она была умный и мудрый без заморочек близких таким параметрам встретить не всегда удается или я плохо еще из 11 миллионов через 11 миллионов 11 миллионов это на сайте знакомства только людей на сайте знакомства на самом деле вот он он как бы эти критерии вот наконец девичий голос прорезался наташа из москвы пишет в ранней юности нравились ульни с пивным брюшком и массы проблем такой извращенный вкус да мама что с пивой любит уже три года живу в гражданце братья с красавцем добрым успешным талантливым мужчины на два года младше у наташи повезло что я могу сказать конечно чем тенденции они они геннадий из москвы объясните она пожалуйста саму технологию подбора пара технологии можете объяснить психолог вот как как и складывают эти пары из каких параметров критериев из каких качеств я так особо честно вообще в это не вникала как она это делает но делает умело и успешно на самом деле вот и возраст и какая-то национальная принадлежность играет роль как бы потом все таки у них есть какие-то просьбы и желания мы же это все учитываем мы идем от обратного чего он не хочет клиент да конечно так проще то что обычно не хотят а не хотят курящих ну например мужчины да я уже не подхожу нет 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 вы подходите я имела ввиду кто кого хочет мужчина мужчина хочет она не курила чтоб у нее не было детей а чтобы она была не старше лет на бороться творящих всю жизнь еще серьезно а трудно общаться как ты хочешь она девушка не курит она аллергии на тебе все правильно вообще не очень жаль наших женщин прекраснейших которые с детьми и нас мужчины уперлись рогом нет это и детей не любит просто не любят детей это все уже давайте звоночек попробуем давайте эхо москвы говорите здравствуйте здравствуйте как зовут вас евгений львович по моему да я хочу рассказать вам о своем сцене он встречал я звонила давно вам михаил и вы мне сказали о моем сцене что он все у него будет нормально все хорошо так и получилось когда он учился у него не было девушек никого а сейчас было несколько девушек ну ничего с ними серьезного не было и вот это зимой на хэллоуин праздник он встретил девушку ну сейчас уже дело идет к свадьбе а сколько лет вашему сыну 28 лет ну можно уже в 28 ну да вы вчера как раз рассказывали о том что у вас есть знакомый который не смотрит на внешность а вот он с ней у вас сын такой же и вы сказали он один единственный нет я с вашим сыном их двое да 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 ну хорошо шины воспитали что я могу сказать ну вы понимаете она всем хороша но единственное вот нам с мужем не нравится они не смотрятся вместе он высокий они же не памятник зачем вам смотреться вместе и толстенько вы сейчас что хотите чтоб Михаил как в тот раз спрогнозировал он сказал что не женится чтобы все случилось как Михаил скажет ну мне хотелось бы услышать его мнение насчет того что они не смотрятся оставьте их в покое а что такое не смотрится вот я не очень понимаю что такое не смотрится объясните он высокий красивый парень она маленькая полненькая ну ему же нравится мне кажется по моему вы такая мама которая считает что вот у меня такой сын замечательный и на самом деле нереально найти ему пару я думаю в этом проблема нет не в этом проблема ну а он ее так не видит он ее видят видимо красивой раз он хочет на ней жениться да и все это без наркоза происходит а можно сказать скорее всего она им просто нравится а нам кажется что он ей нравится и она его в общем то женит на себе если хотите я хочу сказать доброй ночи если вы хотите отношения с сыном сохранить то вот оставьте их в покое пусть он делает так как он считает нужным пусть это будет если это его ошибка это его ошибка потом он обвинит во всем вас не дай бог если вы сделаете так что свадьбы не состоится или будете настаивать на этом да вот она мудрая я уже два раза поворачивается сказать друзья мои уже к сожалению нет сейчас стоп-стоп-стоп мы сейчас не успеем у нас через полминуты мы уйдем на новости я хочу сказать вот что что мы встретимся сразу после новостей это произойдет минут через 7-8 примерно на продолжаем наш разговор а я напоминаю что продолжение программы ночной взрослым о взрослых мы обсуждаем выбор партнера мечты и реальность сегодня больше про реальность грустноватую достаточно для женщин в основном грустную у нас студия наталья кузьмина редактор программы и брачный консультант анна осипова вот тут дмитрий из оренбурга пишет я кстати фильм фильм чингисхан там есть такая фраза главное чтобы женщины ноги были крепкие только дмитрий дим буквально понял это видимо было образное выражение роман если бы женщин был имеющий мир был бы заточен под них они бы тоже список выдвигались 100 пунктов чем выше конкуренции среди женщин те требовательные мужчины ну роман это понятно пока были новости мы вышли из студии разговаривали вспомнили про китай вот в китае насколько я знаю женщин практически нет не хватает и не только в китае кстати в некоторых европейских странах мужчин больше чем женщин там другая ситуация мы сказали то есть она вы сказали да что наши мужчины не любят брать женщин с детьми а иностранцы иностранцы особенно немцы мечтают о наших женщинах с детьми с двумя с тремя количество не играет роли поэтому я могу как-то может быть приободрить наших женщин что на самом деле есть реальный шанс выйти замуж за границу то есть выше чем в россии гораздо немки не хотят рожать немки зарабатывают деньги а потому что за границей за границей вам статистику сейчас говорю вот немцы немцы хотят а женщинах а кто еще русских хочет кроме немцев немцы давно уже россию хотят стать чехи не первый век чехи хорватия да вот сейчас приехал у нас клиент последний австралия но правда русские мы должны ему за месяц найти жену каким образом это будет я еще пока не представляю у нас пойдет на свидание на первое во вторник посмотрим чем это закончится а иностранцы их критерии отличаются от того что просят русские мужчины отличаются ну например они не настолько во первых они вообще не капризны они как наша женщина абсолютно у них там такая же ситуация с женщинами как как здесь у нас с мужчинами поэтому они им главное чтоб человек был хороший им внешность не так вот вот русская чтоб она борщ варила то есть они соскучились по теплу по домашнему очагу поэтому для них русское это все немцы видимо 43 года соскучились да да ник спрашивает вы только для брака знакомить или просто для отношений просто для отношений конечно же мы называем это серьезными отношениями понятно или антерос из самары спрашивает кстати хороший вопрос что вы можете сказать о сайтах знакомств что как вы как человек который занимается вживую знакомствами что вы просто практически это бесперспективно сайт знакомств потому что я вам объясню там половина ненормальных людей сидит на сайте как бы половина ищет какой-то однополой любви половина за деньги любовь как-то продают и покупают и маленькая-маленькая часть людей действительно ищет каких-то отношений но шанс встретиться там равен нулю говорю однозначно да здесь пусть это мы никому быстро ничего не обещаем мы не говорим что через месяц вы у нас пожените или выйдете замуж мы обещаем изменения в личной жизни изменения в себе и какое-то вот движение в сторону решения проблем ну вообще наверное какую-то жизненную активность конечно конечно человек приходит на женщины начинает ходить на свидание у них самооценка повышается они понимают что они что все нормально с ними ничего страшного не происходит и а если неудачные свидания это не опускает нет нет мы мы готовим к свиданию а как правило вообще вот какие называют там мужчины и женщины причины почему нет почему тот или иной человек причины Наташа причины иногда не до смешного доходят вот вот он меня повел не в ресторан а в кафе а я достойна только ресторан ну с другой стороны не в столовую и то спасибо что не на улице что вообще повел да 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 то есть очень очень рад он мне дешевый чай купил он жадный там он чавкал за столом то есть сначала вот так это вполне нормальные претензии вполне абсолютно да как бы если она понимает что он ей она видели передачу давай поженимся да вот Ирина вас спрашивает как вы к ней относитесь я никак не отношусь честно я и даже я смотрел и всего пару раз и поняла что это как бы ой сергей извините вас передавали аж из города хельсинки хотя ему только 25 он так и пишет у меня бойфренд в осло я живу и работаю в финлянде реальность том что не могу бросить работу еще три года мечта приехать в осло работать там тепла и уюта семьи хочется уже сейчас но видимо есть так плохо чем между мужчинами и женщинами она может перейти уже вот на бойфрендах сергея сергея ему помочь пока нет мы пока отдельно мальчиков знакомить отдельно девочек слава богу нас пока не было таких сергей столясь спрашивает играет ли роль биометрика ими плюс отчество я первый раз слышу я тоже первый раз слышу давайте звоночек послушаем давайте эхо москвы здравствуйте 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 а вы выключите приемник я в приемнику ещё раз как зовут вас да евгений а у вас но и в день у нас боишь не получится разговоры ничем не слышно попробуйте перезвонить ещё раз позвоните пожалуйста эхо москвы здравствуйте здравствуйте говорите нас волшебный телефонный связь как зовут вас мы не занимаемся рекламы в эфире к сожалению это единственный ваш вопрос жаль дмитрий скажите а бывали ли такие ситуации когда женщина на первом свидании поняла что человек ей нужен а он другого мнения как в этих женщин утешаете она прям кого у нас каждый раз такие ситуации как она кого больше обычно не нравится женщины не нравятся мужчин женщине женщина не а женщина женщина не нравится мужчина женщина более лояльно относится абсолютно конечно женщины более лояльно относится к выбору и мужчинам как правило не нравятся женщины утешение но иногда привираем говорим что он куда-то уехал или еще что-то и и вот за этот момент вот этот период подыскиваем ей нового партнера потому что так в лоб сказать ты ему не понравилось это нет не уронить самооценку не уронить конечно она как как тогда потом жить потом психолог у нас помогает из таких ситуаций выходить чтобы она поняла что это ну как бы как к игре немножко относилась она не имеет к вам претензий что вы ее вслепую поставили на свидание где и послали нет мы мы всем говорим сразу изначально не обещаем каких-то звезд с неба мы говорим что ребят эта работа с вашей стороны с нашей ваша работа ходить и выбирать ваша работа ходить на свидание ну про а как как иначе она выберет никому же поэтому здесь всего все нормально нас еще никто не обижался так сильно и вадима самары пишет я возмущен таким подходом женщина напоминаю что семнадцатого года женщина признана человеком вадим мы так женщинам хорошо относимся жизнь относится мы наоборот их можно сказать вытаскиваем из депрессии а лена еще спрашивает а кто платит вашем агентстве имею ввиду мальчики или девочки нас все платят и мальчики и девочки вполне резонно слава богу костя насчет послушности терпеливости поподробнее это где вы такое видели это почему вопрос продать кости я не понял наверное женщина что женщины послушные терпеливые но может быть на вновь да если кости наверно про женщин то есть кости считаешь не бывает таких женщин нет бывает бывает терпеливо послушная послушно это как-то в момент и расстроена что вообще славянские женщины они очень терпели на дар ты парковка политическая формулировка терпеливо послушное большинство нас еще звонок а вы вытащили приемник а здравствуйте я уже в эфире да как зовут вас добрый вечер мария да мария вы знаете у меня может быть не совсем сформулированный вопрос но я вот слушала почти с начала эфир и вот и знаете пословица такая да есть ну выйти замуж не напасть как бы замужем не пропасть да вот что же женщины как получается а вы за кого что я понимаю психолог там подыскивает все но сами женщины как же вот они там слепую и нас как-то но мудрость то ли подойти к этому вопросу женщина у нас вроде бы как мудрее так хороший вопрос вот если честно ответить лишь бы замуж нет не лишь бы понимаете вот вот приходит к нам женщины в основном я говорю про основную массу она сделала карьеру она получила образование она купила себе уже квартиру машину и в итоге она поняла что для кого все это одно ей одно это не надо ребенка родила себе а как как она ли она не хочет рассказать как детей рожают не получается у нас очень много без детей приходит женщина уже в возрасте это очень интересная тема давайте мы с вами обсудим сегодня возражает нас есть женщины которые рожают детей для себя есть и женщины которые только в браке что вы об этом думаете они вообще без детей приходят но не замужем это же не мешает родить ребенка не мешает родить ребенка но с деньгами это вообще не проблема у нас у нас как воспитывали михаил нас у нас во разном воспитывали нас воспитывали я общую до такой тенденцию нас воспитывали что семья должна состоять из мужа из жены и из детей все по-другому как бы не может быть и мы нашим женщинам пытаемся объяснить что семья не обязательно как бы наличие детей не надо считать это издержки воспитания да конечно то издержки воспитания что вот есть картинка что семья должна быть такое обязательность детьми обязательно там собака на лужайке еще что-то реальность не соответствует вот этими мечтами то есть женщина пытается с помощью вашего агентства себе картинку подобрать визуализировать свое как бы на воображение смотрите крик души людмила из самара отомстила мужу изменила ему при люди секс любовником необыкновенно прекрасны такого наслаждения не испытывал никогда замужем 25 лет и не с одним мужчиной больше близких отношений не хочу боюсь возочарований с мужем развелись и последняя фраза вдруг бредите семьи завернула любила из самары чтобы понять что как бы все таки все понравилось и при люди написаны секс-любовником а в конце почему-то берегите аня вот у меня такой вопрос вот приходит человек но не важно мужчина женщина подавать такое что вы сразу понимаете что нет ну вот никак человек вот ну никому он не подойдет никому на меня на женщине что вы делаете мы вы бесплатно берем бесплатно берете ведет любую до пробуем с ним работать и потому что если на такого человека вот предлагать кому-то предлагаем всем да а вы объясняете что это за человек объясняем вот свои эмоции высказываете конечно и мы обязательно всех смотрим как бы общаемся я свое мнение да пусть она субъективная но тем не менее но как то есть вы говорите что вот мне кажется что он никогда не очень вот мы не верно да своим клиентам мы не врём это наше как бы кредо такое мы не врём мы говорим как есть что и да есть такой человек попробуй сходи а что это за человек как описать его то ну вот такую какую-то картинку вот он входит и что он ходит и говорит есть только мое мнение все есть два мнения мои неправильное все это монолы очень многим женщинам нравится мужчина тирана на пути у нас нет таких женщин у нас уазис у нас женщина конечно не хотят мужчин тирана у нас есть сейчас один клиент он не все это можно назвать мужчина не тирана мужчина а когда говорят как за каменной стеной это сразу нет это не за ним он будет указывать все вот как там за каменной стены который не будет указывать стеной загора вот это из области как правильно сказать меч алексей спрашивает вы проверяете своих клиентов они поженились или нет если у нас поженились клиенты это для нас самая наивысшая радость к новой как-то это отслеживаю как они к нам приходят говорит мы женимся на свадьбу приглашаю приглашает салатики едим нас войдет недавно у нас было бы клиенты поженились два месяца назад нас наш хозяйка виктория ездила на свадьбу все было замечательно давай нас даже на нашем сайте висят фотографии счастливы лица всем добрый вечер мой опыт общения со свахами и потенциальными невестами сильно противоречит тому что я слышат ваши гости уже четыре года после развода а вот дальше написано ва мальчик это или девочка я не знаю а невеста значит это мужчина писал но неудачно наверное у человека подписавшимся в опыт владимир 27 лет спасибо я понял что еще не готовы для брака отсутствие высшего образования а этот вот это 15 зарабатывать это не много откликов даст ли повысить свой доход владимир я вас утешу 60 процентов миллионеров сша вообще не имеет высшего образования а некоторые еще и среднего для того чтобы создать семью наверно все таки надо начать разминаться хотя бы прыгать с 15 на 16 конечно конечно вадим из сольятти выбирается да тот у кого есть выбор вы как хорошо сказал вадим а выбирая тот у кого есть выбор золотые слава воде а не тот кто кому глазки состроил отвечать или нет на эти состроены глазки то это же предмет выбора подумайте надо этим вадим уже подумали вы правильно рассуждаете так не дописаны звоночек послушаем меня подмосковье что нас есть телефон совсем другое дело я бы хотел сказать насчет недавно посчитанного смс по поводу там кого-то по поводу ваших пусть так предприниматель почему мы стоя за ворот сказал надо попробовать развивать знаю я понимаю просто у меня вопрос к вашей гости вот например если бы к ней в агентство пришел человек ну так скажем медицинской ориентации попросил бы оказать какие-то там услуги ему по поводу там поиска пара она я не считаю что это дискриминация это нет даже что агентство специализируется то есть я понимаю на гетеросексуальных парах и на гомосексуальных у нас все очень традиционно это агентство не специализируется конкретно на гомосексуальных парах какого-то как бы обидела я прошу прощения я ко всем очень лояльно отношусь у меня есть два друга нетрадиционной сексуальной ориентации они замечательные они просто волшебные и дадут фору там иной раз как бы мужчинам традиционной ориентации поэтому ни в коем разе это не пренебрежение просто есть как бы работа наша заключается пока мы подумаем кстати об этом антон спрашивает она вас регистрируется женатые мужчины и замуж мы женатых и замужних не берем принципиально а зачем какой от них толк право никакого толка если они хотят развлекаться есть много фирм и которые предоставят ему развлечения у нас все серьезно у нас немного клиентов но мы знаем о них все как правило то есть ли мужчина еще не развелся но вот уже хочет найти себе будущую жену то есть он в процессе у нас нет таких мужчин у нас нет таких мужчин и я думаю что все такая принципиальная позиция до принципиальная позиция что на наши люди наши клиенты свободные от брачных уз все как я уже сказал тем при 15 тысяч рублей взволновала общественность андрей саратов например вопросах о доходах мужчины подошли к решению всех демографических проблем зарплаты электрика 15000 тупик во первых андрей зарплата электрика стоп сук он заработает они 15000 у нас давно нет тарифной сетки сами а во вторых это говорит не о том что их заработать электриком о том что человек то ли работать не хочет то ли можно ограничен физически но взрослый мужчина может больше чем 15000 заработать хотя вот если такое сообщение послушайте мой муж получает 15000 он не альфонс это ольга из москвы а учитель в школе там и кушает не брезгет и лягушкой самых ловит и готовит но есть одежда 20 лет недавно съесть счастлива отлично ольга дай бог говорится на здоровье детей побольше до насчет 15000 из москвы учителя столько не зарабатывает и лягушек москвы нет да нет на лягушке эти подмосковье можно себя зарабатывает в районе тысячи долларов на никак не 15 тысяч рублей пенсии в провинции но да это может сейчас уйдем совершенно другую сторону так 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 евгений эфимович я вас зарегистрирован о как кто-то вас узнал евгений да очень хорошо и у нас есть несколько евгений на вокруг больше мужчин или женщин конечно женщин намного больше много примерно 4 5 больше больше женщин больше и надо помнить об этом к сожалению разрывать такой напор женщин временно прекращен приходите девочки до после нового года я ждал предупреждения вот надо женщина брать пример с марина из петербурга у него марина все хорошо самооценка он так и пишет красивая 176 сантиметров в о но не нравлюсь ни одному смотрят как на жабу разочарована в агентствах только вживую знакомлюсь одна не бываю марин как бы сама себе противоречит никому не нравится при этом одна не бывает что марина имеет виду для меня загадка наверно по на постоянно в процессе поиска кому не нравится никому не бывает на что время с ним с кем-то а он сознание она не нравится нет нет а нашли в процессе поиска она меняет мужчин потому что они кому нравится мысли поэтому все время с разными одна не бывает пожалуйста не перессорьте женской и мужской пол просят василь нет нет мы только за это практически невозможно только подружить можем лишь к чему все это потому что константин пишет вот тоже крик души она да мне 74 года жене 52 есть секс уже не нужно я без этого жить не могу что мне сделать я только вздохнуть могу молодой жену слишком нашли поэтому я уже не нужен почему-то все мои попытки построить отношения заканчивались одним девушки предлагали дружеские отношения причем это могло быть на разных стадиях общения в чем может быть причина еще не встретил то самый на воду ты идут сергей из питера вот скажите пожалуйста она бывает такие мужчины которых никто не берет как бы они вроде бы ничего но как тот походит на свидание и как-то отказывает а вот есть какие-то неуловимые черты за которые эти мужчины не нравятся у нас наоборот к сожалению ситуация происходит на женщины такие есть которые к женщинах какие-то отталкивают пример она ребенок да она еще она такую выстраивает схему отношений папа ребенок да к примеру это же есть папа ребенок я не психолог опять же но правда это правда на самом деле это есть и то же самое мужчина друг или женщина друг все это есть существует опять же я их всех отправляю им это все лечат да да и они уже как бы отходит от этой схемы давайте на три минуты прервемся продолжаем наш разговор на звонок звонок эхо москвы говорите вытащить полос приемник эхо москвы говорите здравствуйте как да ксения вот прозвучала такая тема достаточно скользкая по поводу детей по поводу того что приходят женщины которым дети как бы не нужны в связи мне возникнет вопрос как бы вот вообще отношения вашего так сказать агентства к таким женщинам вот конкретно потому что на мой взгляд у меня просто есть знакомая которая может сказать всю жизнь тоже желая горел постели не нужны дети как часто называют человек три по моему и никого на виски и у ксении вы тут просто не совсем поняли потому что речь шла не о том что женщинам не нужны дети а речь шла о том что мужчинам не нужны страны скалаши в германии и женщины которые не рожают и по тем не менее ненавиатские мужчины как вы к этому относитесь когда женщинам не нужны дети не надо вот вешать ярлыки я так считаю что если женщине не нужен ребенок не надо ее записывать уже в такую самую плохую я не знаю даже какая-то она не женщина не мать разные бывают ситуации в жизни и может быть ей не суждено до иметь детей она не хочет может быть ее может быть ребенок и в там где не знаю если она его родит будет я не знаю преступником или еще кем-то зачем не надо не надо против своих желаний идти и это не страшно дайте тема оставим оба не совсем наша игорь из твери почти все знакомые девушки твердя что я такой никому не нужен вы слушайте какой 25 лет ненормальной работы не машины не квартиры начинается верить в это то что у меня высшее образование только диплом получил на них это мелочь я ощущал что в будущем себя обеспечить я совсем отстал спрашивать игорь из твери значит я так поняла что у него ненормальной работы не на машина не квартир и берут таких да всяких берут хорошо она ответила да конечно всяких берут потом 25 лет это еще наверно еще вся жизнь впереди да у него еще есть время у вас есть еще время вы считаете если вероятность видимо лену друг такой что мужчина 40 лет живущий все же с родителями женится нет такой вероятности нет я в этом убеждена 40 лет живет с мамой то скорее всего нет мой а вы стать вообще спрашиваете вот у вас мама какая вот и мужчина это же такая проблема все стараемся вот опять может быть кто-то и подумает что мы такие материалисты вообще мы стараемся брать людей у которых есть отдельная жилплощадь которые живут не с мамами не с папами одни либо с детьми нас очень нас есть вдовцы у нас есть вдовы которые живут с детьми вот это приемлемый вариант когда с мамой для женщины как то вот мы мы сделали такое до отступление что женщина может жить и с мамой и детьми мужчины все-таки а мужчина с мамой вообще настораживает настораживает очень сильно а у нас визуально вид и вышел с мамой маменьки на сынке есть конюжал не только не пьем чуть-чуть ложечки до сладенькие друзья мои вы очень хорошо разговариваете у нас время просто дошло к концу я благодарю а новость по брачного агента который сегодня был гостем нашей программы и прощаюсь с вами до субботы пока до свидания